Ни свет, ни заря. Когда на часах начало седьмого утра и приставы стучат в двери тех, у кого накопился солидный долг за электричество, это выражение приобретает особый двоякий смысл. Как показывает практика, застать должника дома проще всего в самую рань. Так и получилось. Жилец этой квартиры на рабочем поселке задолжал за электричество 6 тысяч рублей. Заводу тоже не платит. Пристав принимает решение скромное имущество описать. Телевизор у вас имеется. Документы есть, подтверждающие, что телевизор не ваше? Нет у меня документов с собой. Я их покупал где-то на Авито. Но документов не имеется. Телевизор описываем. С чего это вы телевизор описываете? Потому что у вас нет документов, подтверждающих, что это имущество не ваше. Нет, это может быть мой телевизор. У меня есть документы, я принесу, вам предоставлю. На момент описи ареста имущества документы, подтверждающие, что это имущество не ваше, у вас нет. У вас уже будут проблемы со мной. Телевизор мой. Документы я вам предоставлю. Документы на данный момент вы не предоставили. Вы носите с собой документы на телевизор. Ну вы, как я вижу, здесь проживаете? Нет, конечно, я проживаю. Телевизор в этом доме нужен ровно до тех пор, пока есть электроэнергия. Это, конечно, крайняя мера, но ежемесячно СК «Гарант» прекращает поставлять ресурс сотням злостных неплательщиков. На сегодняшний день долг ивановцев перед компанией порядка 120 миллионов рублей. У энергосподовой компании «Гарант» налажено взаимодействие со службой судебных приставов, которые помогают взыскивать задолженность за электроэнергию недобросовестным клиентам. Арест имущества при взыскании задолженности, запрет выезда за рубеж вынуждены, но действенные меры, к которым приходится обращаться. Хочу напомнить ивановцам, нашим уважаемым клиентам, что следует своевременно оплачивать счета за энергоресурсы, чтобы избежать в будущем исполнительных производств. У этой женщины задолженность достаточно большая – более 12 тысяч рублей. Пристав снова описывает имущество. Была применена мера принудительного исполнения – это наложение ареста на имущество должника, а именно телевизор, компьютер, монитор, комод, стенка, а также сотовый телефон на сумму 4800 рублей. Оставлено должнику на ответственное хранение. У женщины есть 10 дней, чтобы оплатить задолженность в полном объеме и сохранить свое имущество. Ну а те, кто дома не ночевали или просто не открыли, о визите приставов все равно узнают. Всем им оставили повестки. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.